На стадионе Одесской юридической академии начал работу Центр массовой вакцинации населения против коронавируса при активном участии студентов-медиков Международного гуманитарного университета. Территорию для проведения вакцинации выбрали не случайно. В Одесской облгосадминистрации говорят, что благодаря поддержке президента Национального университета Одесской юридической академии, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова удалось качественно наладить работу и подойти к каждому вопросу максимально ответственно. Я, конечно, очень счастлива, что Одесса всегда впереди. Очень важно, что именно президент юридической академии Сергей Васильевич Кивалов предоставил эту территорию, потому что каких-то стадионов много, знаете, правильного контакта, правильного взаимодействия. Это получилось именно здесь. Я очень рада, что людям очень комфортно, удобно. Даже подстраховали, что если будет дождь, как бы сделали накрытие. Я вижу, что очень много людей пришли, и это очень важно. Центр массовой вакцинации будет работать каждый выходной с 9 утра до 5 часов вечера. Ожидаемое количество прививок за день от 250 до 300. Прививки вакцины Коронавак получат люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении ДИЯ. Все они предварительно получат звонок из пункта вакцинации и будут приглашены на конкретное время. На сегодня мы имеем 7800 Коронавака. Это на двое. И на вакцинацию, и на ревакцинацию. Также ожидаем 9800 Pfizer. Будут разделены на половину. Это будет вакцинация и тоже на ревакцинацию. И поэтапно будет заходить вакцина. Поэтапно мы будем в выходные работать с программой ДИЯ на таких территориях. В будние дни мы работаем с нашими пунктами щепления и с мобильными бригадами, которые выезжают на районы. Напомню, что с первых дней пандемии на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета был развернут и успешно работает Центр по борьбе и противодействию COVID-19, где одесситам и жителям Одесского региона оказывают медицинскую помощь профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи различных специальностей с опытом работы в ведущих медицинских учреждениях Одессы и области. Кроме того, университетская клиника проводит курсы после дипломного обучения для врачей-анестезиологов южного региона в ковидных отделениях, где их учат, как правильно и безопасно работать с медицинским оборудованием и эффективно оказывать помощь больным. С самого утра на стадионе собрались первые записавшиеся на вакцинацию, и медики приступили к работе. Всего за день привили 377 одесситов, при том, что ожидалось всего лишь до 300 человек. И с каждым днем желающих получить препарат становится все больше. Люди говорят, что вакцине Коронавак доверяют, так как она уже находится на утверждении в Европейском Союзе. Как вообще все проходит? Вы приходите, что дальше? Дальше заполняешь анкету, где болел, что болел. Доктор делает предварительный осмотр, сверяет данные, все, укольчик. Какой вакциной вас вакцинировали сегодня? Коронавакс от Синавакса китайской. Все очень четко устроено. Честно говоря, не ожидали. Мы с женой тут. Мы думали, тут будет очередь, столпотворение. Ничего этого нет. Отлично. Благодаря сыну он больше информации знает. Он сказал, что мама, да, это действительно хорошая вакцина, и надо вакцинироваться. Вот мы сегодня приехали вдвоем. Была информация заранее о вакцине, которая будет предлагаться к введению. Эта вакцина сейчас находится на утверждении в ЕС, поэтому никаких сомнений, идти или идти, не было. После второй дозы, через 21-28 дней, обещали выдать сертификат международного образца, для того, чтобы можно было, наконец-то, свободно путешествовать. Начало положено. В будущем планируют открыть такие пункты в каждом районе города и области, чтобы всем одесситам и жителям области было удобно добираться. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.